Говорит Черкесск Доброе утро! На календаре пятница, 22 июня. В студии работает Рита Нирова. И вот что главное сегодня. Строительство газопровода протяженностью более 50 километров запланировано в Учкуландском ущелье. На очередном заседании градостроительного совета Карачаева-Черкесии положительную оценку получили три проекта по строительству различных объектов на курорте Архиз. Компания сады Карачаева-Черкесии завершила реализацию первого этапа проекта по закладке грушевого сада. Завтра на базе республиканской конно-спортивной школы пройдут открытые соревнования по конкуру на Кубок главы республики, в которых примут участие лучшие наездники Юга России. А теперь подробнее об этих и других темах. На совещании у президента страны Владимира Путина с членами правительства России Карачаева-Черкесия названа как один из самых востребованных и подготовленных регионов страны в сфере туризма. На совещании обсуждены актуальные текущие вопросы, касающиеся начала летнего туристического сезона, обеспечения оздоровительного отдыха детей и другие. Глава Ростуризма Олег Сафронов отметил, что помимо пляжных этим летом пользуются спросом культурно-познавательные туристические направления. Среди них лидирует по востребованности Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Карелия, Старопольский край, Ростовская область, Карачаева-Черкесия и Татарстан. На состоявшейся в Москве рабочей встрече главы Республики Рашида Тимрезова и министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева обсуждены ход весеннеполевых работ в регионе, развитие животноводства и сельских территорий, меры господдержки АПК и реализация механизма льготного кредитования аграриев на территории Республики. Особое внимание уделили реализации приоритетных инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса на территории Карачаева-Черкесии. Рашид Тимрезов сообщил федеральному министру, что региональные власти планируют до конца текущего года увеличить площадь садов до 600 гектаров. Это позволит Карачаева-Черкесии стать российским регионом-лидером по производству груш. Дмитрий Патрушев сказал, что Минсельхоза России окажет поддержку Карачаева-Черкесии в реализации проектов, направленных на развитие агропромышленного комплекса и создание комфортных условий жизни на сельских территориях. На составшейся встрече главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова с председателем правления акционерного общества Россельхозбанк Борисом Листовым обсуждены различные формы взаимодействия республики с банком с целью льготного кредитования аграриев, в том числе возможности участия банка в реализации приоритетных инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. На сегодняшний день территориальное отделение Россельхозбанка является активным участником экономической деятельности республики, предоставляя кредиты нашим сельхозтоваропроизводителям. Аграрии используют кредиты этого финансового учреждения для создания новых мощностей и модернизации производств, приобретения транспорта и оборудования, а также финансирования полевых работ. Пример-министр Карачаева-Черкесия Асланозов провел заседание правительства, на котором рассмотрено 16 вопросов. В частности, Кабинет министров принял проект постановления, представленный министром сельского хозяйства Анзором Баташевым, предполагающий внесение изменений в постановление правительства республики о мерах по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов Карачаева-Черкесии. Документом закреплены условия, к которым в совокупности должен соответствовать претендент. Определена также очередность предоставления гражданам указанной социальной выплатой. На другом совещании, также проведенном председателем правительства республики Асланом Озовым, обсуждены вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, реагирования всех служб региона на возникающие чрезвычайные происшествия природного характера, связанные с подъемом уровня рек и обильными осадками. Аслан Озов указал на необходимость более эффективного взаимодействия профильных структур при возникновении чрезвычайных ситуаций. Кроме того, он поручил организовать обучение глав администрации муниципальных районов, руководителей сельских поселений и предприятий на базе учебно-методического центра гражданской защиты. В Черкесске состоялось заседание республиканского объединения организации профсоюзов, ключевыми темами которого стали исполнение профбюджета за первое полугодие, прекращение и подтверждение полномочий членов профобъединений и другие. Обсуждены также взаимодействия организаций с органами власти, органами местного самоуправления и работодателями по решению социально-трудовых вопросов. Участники заседания затронули и один из самых последних злободневных вопросов – планируемое увеличение пенсионного возраста в стране. Принято решение для начала обсудить его на заседаниях первичных организаций, чтобы узнать мнение на местах. Очередное заседание Града строительного совета Карача в Очрикесии прошло под председательством первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Рината Семенова. В этот раз на рассмотрение совета были представлены проекты гостевого дома, апарт-отеля, индивидуальных жилых домов, зоны отдыха и коттеджного комплекса. В результате положительную оценку получили три проекта, остальные возвращены с замечаниями на доработку. Строительство газопровода протяженностью более 50 километров запланировано в Учкуланском ущелье Карачаева-Чрикесии, сказал генеральный директор компании «Газпрома Межрегионгаз» Кирилл Селезнев на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, посвященной вопросам поставки газа на внутренний рынок и реализации программы газификации российских регионов. По его словам, объект охватит 5-6 населенных пунктов. Селезнев также отметил, что у нашей республики, цитирую, есть отставание по подготовке потребителей и большая просрочная задолженность за поставленный газ. В августе будем подводить итоги реализации программы газификации за полугодие, будем смотреть динамику изменения просроченной задолженности, после чего будем принимать решения, и это касается всех регионов. Наличие просроченной директорской задолженности является знаком стоп на пути реализации программ газификации газбром детям газомоторного топлива. Закончилась цитата Селезнева. Компания сады Карачаева-Черкесии завершила реализацию первого этапа проекта по закладке на территории Адыгихабльского района грушового сада интенсивного типа площадью 3 гектара. Напомним, сад будет высаживаться в несколько этапов. К концу 2019 года общая площадь, занятая под грушовые деревья, составит 20 гектаров. В трех высокогорных аулах республики Карджурти, Учкулани и Хорзуке установили детские площадки, подаренные сельским поселением главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым. В этих населенных пунктах долгое время не было подобных детских сооружений, где самые маленькие жители могли бы играть и проводить свое время. Теперь у них появились различные качели, извилистые горки с лестницами, турники и песочницы. А территория детских площадок имеет резиновую защитную поверхность. В Черкесске составилась презентация книги, изданной сотрудниками Республиканского института гуманитарных исследований, в которой представлено социологическое исследование о положении родных языков малочисленных народов Карачаева-Черкесии. В книге представлены информационно-аналитические материалы с проведением социологических исследований, которые проводились в рамках различных федеральных проектов на протяжении трех лет. Издание будет полезным для языковедов, филологов, социологов и политологов. Около сотни лучших наездников Юга России соберут в Карачаево-Черкесии 23 июня открытые соревнования по конкуру на Кубок главы республики, посвященные 10-летнему юбилею конно-спортивной школы Карачаева-Черкесии. Состязания пройдут в нескольких номинациях. В первом маршруте наездники будут состязаться за главный приз соревнований Кубок главы региона. В этом заезде спортсменам необходимо будет преодолеть шесть препятствий. Они должны будут чисто пройти маршрут, чтобы попасть на следующий круг. После каждого круга препятствия становятся выше и сложнее. К концу соревнований стенка будет достигать более двух метров. Во второй номинации будут соревноваться взрослые. Они должны будут преодолеть барьер высотой 120 см с перепрыжкой. А в третьем маршруте с барьерами в 100 см сойдутся юноши. Не останутся в стороне и самые юные любители конно-спортивного спорта. Они будут состязаться в четвертом маршруте с высотой препятствия 90 см. 24 июня на озере Каракёль-Тиберды пройдет открытый Кубок Карачаева-Черкесии по рыбной ловле, участниками которого станут представители разных регионов России. Состязания, предполагающие ловлю спиннингом с берега, будут проходить в личном и командном зачетах. Победители будут определены по количеству выловленной рыбы. Причем зачетной рыбой будет только окунь, рассказал директор Федерации рыболовного спорта Республики Сергей Бугаев. При этом соревнования будут проходить по принципу «поймал-отпустил». По данным региональных синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Во второй половине дня в горах местами кратковременный дождь, гроза, ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду, температура воздуха от 28 до 33 градусов тепла. В горах плюс 20-25, пожароопасность 1-3 класса, а в северных районах республики ожидается высокая пожароопасность 4 класса. В Черкесске без осадков, ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду, а столбик термометра поднимется до 30 градусов выше нуля. Таковы некоторые события республики. Выпуск провела Рита Нерова. Желаю вам плодотворного последнего рабочего дня на уходящей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова